Всем привет! В эфире программа Печеньки Тэфи. Почему мы так назвали наш итоговый выпуск, узнаете в самом конце. В студии для вас работают Людмила Гладышева и Антон Шваб. Итак, мы начинаем. Многие из нас уже задаются вопросом, куда поступать после школы. Одна из наших одногруппниц, например, считает, что лучшее училище изобразительного искусства находится в Ростове-на-Дону. Речь идет об училище имени Грекова. Сложно ли туда поступить и какие испытания ждут абитуриентов на экзамене, ответит на эти вопросы Татьяна Гайворонская. Училище имени Грекова подарило нашей стране таких известных художников, как Сергей Григорьевич Корольков, первый и непревзойденный иллюстратор романа эпопеи Тихий Дон. Евгений Викторович Вучетич, народный художник, автор монументальных скульптур, композиций в Берлине, Нью-Йорке и Волгограде. Василий Алексеевич Пушкарев, художник и искусствовед более 20 лет, возглавлявший Государственный русский музей, сохранивший и вернувший в Россию произведения русских художников конца 19-го, начала 20-х веков. И сейчас желающих поступить в училище традиционно много. В этом году жесткий конкурс, 150 человек на 50 мест. Каждому абитуриенту предстоит пройти отбор в форме экзамена, показать все, чему он научился, обучаясь в художественной школе, самостоятельно или на курсах при училище. Композиция, жесткое построение, как на рисунок, так и на живопись. Дальше идет разделение. На рисунок у нас идет работа тоном, на живопись – работа цветом. Работа цветом – это нужно правильно взять основные цветовые отношения, тепло-холодность, не потерять локальный цвет предметов. Если это при всем будет еще и цельно, и будет среда, то это будет замечательно. Люда уже несколько лет активно готовится к поступлению в училище имени Грекова. Быть художником – ее мечта с детства. После того, как она сходила на день открытых дверей, решение подавать сюда документы окрепло. И теперь она приходит на подкурсы каждые выходные. Я делаю домашние постановки, плюс занимаемся здесь, в Греково, каждую субботу и воскресенье. Мне всегда хотелось поступить именно сюда, у меня здесь довольно много друзей уже поступило, и многие готовятся к поступлению. Чтобы поступить в училище имени Грекова, нужно прилагать максимум усилий, оттачивать свое мастерство день за днем и, конечно, исправно рисовать композиции. Вообще в Ростове очень много талантливой молодежи. Если не рисуют, то хорошо поют и выиграют во всевозможных конкурсах. Обладатели прекрасных вокальных данных показали свое мастерство и поразили слушателей своим профессионализмом. На конкурс «Золотой голос Дона» была приглашена Александра Болдырева, участница проекта «Голос». Анастасия Герасимлюк в подробностях. Кто из вас знает проект «Голос»? Разумеется, каждый житель нашей страны как минимум что-нибудь слышал об этом телепроекте. А где же рождаются звезды, покоряющие сердца жюри и тысячи зрителей? Мы находимся на конкурсе, на котором выступают маленькие звездочки, и кто-то из них станет суперзвездой. Чарующий своей красотой и чистотой голос Александры Болдыревой произвел неизгладимое впечатление на членов жюри телепроекта «Голос». Профессиональная подготовка и природные способности принесли невероятные результаты. Она настоящая труженица и очень целистремленный человек. Для того, чтобы попасть в проект, ей пришлось во многом себе отказать и приложить немало усилий. Всегда по-разному. Перед выходом на сцену «Голос дети» я вообще не волновалась. Трудностей их всегда очень много, но они все преодолимы, и у меня сейчас получается их преодолеть потихоньку все. Она очень позитивный человек, и даже в какой-либо трудности она видит все равно очередную ступеньку к успеху. И опять-таки труженица номер один во всем мире. С огромной душой, с огромным талантом, с огромным голосом, я надеюсь, с огромным будущим. Здесь, на этом же конкурсе, представлены и новые звезды. Одна из них – Сабина Абачараева. Она только будет участницей проекта «Голос» нового сезона. Девушка поет, сколько себя помнит, с самого раннего детства. Без музыки она не представляет своего существования. Участие в конкурсах помогает ей увидеть свой уровень и найти свои ошибки. Я участвовала в многих конкурсах, в ростовских конкурсах, в московских. Также я ездила в Прагу, там еще участвовала в конкурсе. Как таковых трудностей, наверное, у нее и нету, потому что она большая умничка, большая трудяга. Ростов-на-Дону всегда славился талантами. Каждый год появляются новые звездочки, которые, возможно, прославят наш город и станут гордостью родного края. Ростов-на-Дону – город яркий и современный. Так считает один из тефиков Максим Зотов. Каждая историческая эпоха подарила Донской столице интересные архитектурные объекты. На одной улице, в одном квартале можно встретить купеческий особняк XIX века, постройки сталинского и хрущевского времени и, наконец, новый высотный дом. Наша съемочная группа прогулялась по улицам Ростова. Архитектурное значение здания городской думы или театра драмы имени Горького, представляющего Россию в Лондонском музее истории архитектуры, не вызывает сомнений. А вот внешний вид новых построек зачастую становится предметом горящих споров среди ростовчан. Они вольны критиковать, потому что вся архитектура строится для них. Но вот, знаете, есть такой принцип – партисипация, соучастие граждан. У нас этот принцип практически не работает. Что для меня в таком случае постмодерн? Это умение работать в окружающей застройке. То есть оценивать то, что слева, справа, рядом и так далее. Вот это приводит к тому, что мы связываем воедино ранее разрозненные фрагменты застройки. Пасмодернизм – совокупность течений, которые пришли на смену модернизма в 60-х, а расцвет начался в 80-х годах 20-го века. Модернистские постройки стали выглядеть уныло и крайне однообразно. Время требовало привнесения чего-то нового, оригинального, в каждое здание. Представители пасмодернизма, по образному выражению одного американского журналиста, стали украшать коробки. Возродились декорирование стен, барельефы, росписи, заимствование из разных архитектурных традиций. В Ростове такие здания часто выглядят гораздо уникальнее остальных. Многие постройки поражают не только своей оригинальностью, но и тем, как они гармонично вписываются в окружающую архитектурную среду. И пусть пока таких проектов в нашем городе не так много, у нас всегда найдутся и молодые, и опытные специалисты, способные подарить нашему городу новые архитектурные шедевры. Последние несколько лет вокруг Парамоновских складов разгораются жаркие споры. Общественники и власти по-разному смотрят на то, как сохранить этот памятник федерального значения. Артур Чучаев пытался разобраться в проблеме. Парамоновские склады – одно из удивительных мест Ростове-Дону, которые чудом уцелели во время бомбардировок Великой Отечественной войны. Это комплекс складских сооружений 19 века. Самый старый корпус был построен в конце 1890-х годов. Строительством складов занимались два знаменитых инженера Владимир Якунин и Эрнст Шульман. Они использовали декор с мотивами романского зодчества и классицизма. Это уникальное место. Температура Родниковой воды зимой и летом здесь одинаковая – 9 градусов. Склады принадлежали разным владельцам и фирмам, но городская молва до сих пор приписывает их одному хозяину – знаменитому зернопромышленнику Парамонову. Мы можем наблюдать с вами обычное здание, которое образовалось в результате разрушения. Инженеры Якунин и Шульман собрали Родникову воду в желоба и пустили эти желобы сквозь складские помещения. На фасадах складов в межэтажном пространстве до сих пор сохранились круглые отверстия. Их использовали для пересыпки зерна через брезентовые рукава на уровень набережной. Затем зерно перегружали на баржи и отправляли за границу. Это красивое место носит в себе некую загадочность. В 1985 году Парамоновским складам был присвоен статус памятника истории и культуры местного значения. Чуть позднее историческая постройка получила статус федерального значения. Многие годы здесь купались ростовчане, но знаменитую купальню разобрали при реконструкции. Вот уже несколько лет подряд между общественниками и властью идут споры, в каком виде можно сохранить памятник архитектуре. Активисты требуют изменить проект реконструкции Парамоновских складов. Они хотят сохранить бесплатный народный бассейн для купания, а также сделать его визитной карточкой города. Также защитники Парамоновских хранников просит властей на официальном сайте администрации города предоставить проект для обсуждения о реконструкции народного памятника, склады, экспортные зерновые и организовать публичное слушание проекта. В конце они потребовали предоставить заключение государственной историко-культурной экспертизы вышеуказанного проекта на официальном сайте администрации города. Неравнодушные ростовчане собирают подписи в защиту родника на Парамоновских складах. Чем закончится эта история, нам остается только гадать. В очередной раз по всей стране прошел тотальный диктант. Больше тысячи жителей Ростова и области вызвались проверить свои знания русского языка. В одном из пунктов, который развернулся в главном корпусе ДГТУ, побывал Максим Заиченко. В каждой стране принято любить и уважать родной язык. Лучший способ выразить это уважение – быть грамотным в письме и речи. Именно для проверки этой грамотности было создано всемирное мероприятие «Тотальный диктант», которое проходит во многих городах по всему земному шару и несет с собой благородную цель помочь каждому желающему выказать глубочайшее уважение к родному языку. В этом году в мероприятии «Тотальный диктант» по Ростовской области приняли участие 1146 человек. Только в аудитории ДГТУ теснились около сотни людей. К сожалению, максимальный балл из них получили всего пятеро, что более чем в три раза меньше, нежели в прошлом году. Главной проблемой для потенциальных отличников стали оформление прямой речи и выражения мерились. Диктант писали самые разные люди, от мала до велика. Школьники, молодые, взрослые и пожилые люди. Я участвую уже в третий раз. Это возможность проверить свои силы, что касается русского языка. И вообще это очень интересное мероприятие. В хорошем результате не особо уверена, потому что это зависит скорее от заданий, которые нам предложат. На подготовительные курсы я не ходила. Это скорее в школе, то, что мы проходим, и я своими собственными знаниями пользуюсь. Я очень люблю русский язык, люблю писать диктанты, очень любила делать это в школе, как ни странно. И сейчас проверить свои знания. Важнейшую роль во всем действии играли волонтеры. Они, будучи в большинстве своем ветеранами диктанта, помогали новичкам обустроиться, раздавали бланки и следили за порядком. Не вижу ничего плохого в том, что люди помогают проводить подобные мероприятия, которые, безусловно, важны. Тем более, к сожалению, большинство молодых людей, особенно в интернете, допускают непоправимые ошибки во время написания своих сообщений или каких-то своих постов и так далее. И в итоге мы получаем довольно-таки безграмотную молодую нацию, что недопустимо. И, конечно же, подобные мероприятия нужно освещать, нужно помогать их производить. Текст диктанта читал один из так называемых диктаторов, специально подготовленных ведущих. Я буду диктовать отрывок, который специально написал Андрей Усачев для «Тотального диктанта». Как видите, в этом году «Тотальный диктант» собрал действительно немало участников. Это значит, что людей, любящих родной язык, все еще много, а вы относите себя к ним. На этом все. Будьте грамотными. В следующем сюжете мы расскажем о мехенде. Слышали ли вы о таком древнем искусстве росписи Хной? Вообще мало кому известно, что мехенде – это узорная медитация и идеальное женское украшение. Насколько безопасно это искусство и какое значение несет в себе такой рисунок? Я узнала все подробности, касающиеся истории мехенде и готова о них рассказать. Мехенде – это древнее и прекрасное искусство нанесения узоров на тело из натуральной хны. Искусство, которое родилось в прекрасной роскоши гаремов, поджурчании фонтанов и пении райских птиц. Точное место происхождения мехенде неизвестно, поскольку на протяжении веков искусство росписи Хной путешествовало по разным странам и континентам, принимая различные формы в соответствии с культурой и традициями народов. Тысячелетия назад женщины украшали свое тело разнообразными рисунками. Роспись Хной была известна в Древнем Вавилоне, Осирии, Месопятамии, Древнем Египте, Индии и Великой Римской империи. Рисунки Хной служили не только изысканным украшением, но и своеобразным талисманом. Люди приписывали им магические и охранные качества. Стили разные – арабские, один из моих любимых стилей, также индийские. Я в основном смешиваю стиль, то есть я использую все, как и арабские, так же и африканские. Все стили взаимодействуют друг с другом и дают определенную гармонию. Здесь разная Хна бывает. Есть Хна, которая чистая, натуральная. Она, как правило, зеленого цвета. Есть такая вот тоже зеленая, но туда входит краситель. Он на основе синтетической. Всю Хну нужно тестировать, пробовать. Ставить капельку куда-то сюда, потом смотреть, нет ли воспалений. После того, как рисунок нанесен на кожу, его оставляют сохнуть. Излишки краски легко снимаются. Со временем узор темнеет от оранжевого до красного или терракотового. Хна обладает лечебными свойствами. Она регенерирует кожу, заживляет раны. А еще роспись Хной успокаивает и расслабляет. Если же говорить о сакральном значении Мехенди, то в целом все узоры направлены на успех или защиту. В Ростове-на-Дону Мехенди пользуются большой популярностью вот уже несколько лет. Но сейчас интерес идет на спад, отмечают специалисты. С чем это связано, остается загадкой. Сегодня Мехенди пришло и в мою жизнь. Это очень естественный и натуральный способ украсить свое тело. Мехенди приносит покой в душу, благополучая в жизнь и, конечно, поправляет здоровье. А изысканный и замысловатый узор будет приковывать взгляды к изящным движениям рук и ног. В современном мире настольными играми увлекается большое количество людей, в том числе и я. Я бы сказала, что такие игры – это особый мир с особой атмосферой. Сейчас я сам обо всем расскажу. Настольные игры появились еще до нашей эры. Первая из них называлась «Синет». Она была похожа на современные шашки. Чуть позже стала популярна древняя японская игра «Го». Ее цель – отгородить на доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник. Так любили проводить свое свободное время Билл Гейтс, Эйнштейн, Конфуций и другие знаменитые личности. Не знаете, что делать на выходных или же просто на улице холодно? Самое время поиграть в любимую настольную игру вместе с веселой компанией. Почему настольные игры становятся все популярнее – сейчас узнаем. Настольные игры позволяют временно забыть о насущных проблемах и доставляют позитивные эмоции всем играющим. Если в начале 20-х годов такое удовольствие могли себе позволить только зажиточные горожане, то сейчас они доступны всем желающим. Настольные игры очень хорошо объединяют людей, учат их коммуникативности, общаться друг с другом, проявлять разные стратегические таланты. Даже если у вас нет настольных игр, а так хочется поиграть, то можно прийти в антикафе и собрать команду единомышленников. Стратегические и тактические игры учат размышлять, думать, придумать какие-то нестандартные подходы. Игры на общение учат, учат, как донести другому человеку то, что ты хочешь сказать. Через 5 минут любители настольных игр соберутся здесь, чтобы открыть для себя что-то новое. Такие события называются игротеками. Компания игроков берет любую понравившуюся игру, садится за стол, объясняются правила и начинается партия. Игра в настольные игры, потому что это весело, можно встретиться с друзьями, узнать что-то новое и хорошо провести вечер. Эти люди собираются здесь 3 раза в неделю, чтобы быть в курсе новинок и оттачивать мастерство в более старых играх. Сейчас молодежь очень сильно увлекается разными компьютерными играми, очень много времени проводят дома. И не хватает живого общения, чтобы его как-то восполнить. Люди ищут различные встречи, мероприятия, разные способы провести время вместе, в кругу друзей, товарищей. Настольные игры развивают многие качества, но самое главное в них это живое общение и приятное времяпрепровождение. Выбраться из комнаты меньше, чем за час, оказаться в тематическом помещении с тайниками и секретами. Или превратиться в главного героя захватывающей истории, теперь стало реальностью. Спросите, как это сделать? Подробности у Дарьи Тартычной. Вы у нас команда путешественников, у вас была экскурсия по югу Франции. И во время вашего путешествия в одном из старинных замков вы в подвале обнаружили тайную мастерскую Леонардо да Винчи. Именно так начинается квест в реальности. Салонная детективная игра, участники которой оказываются в сложной ситуации. Команда попадает в невероятно реальную атмосферу загадок, неожиданных поворотов и даже страха. Идея живых квестов пришла в реальную жизнь из компьютерных игр в таком жанре, как выход из комнаты. Цель Escape the Room – покинуть запертую комнату за определенное количество времени. Всего один час, запертая дверь, никакой физической силы, только логика. Какой будет исход игры, зависит только от участников. На этот раз в команде шесть человек. Они впервые погружаются в невероятный мир квестов, поэтому волнуются и даже боятся. Но при этом каждый ощущает восторг. Алина светится от счастья, ведь она оказалась в мире любимого фильма – Леонардо да Винчи. В Питере работает большая группа сценаристов. Она проектирует тематику и задания всех квестов. К ней же подключается также группа дизайнеров, которая прорабатывает виды комнат и их, естественно, дизайн. Команде предстоит ближе познакомиться с творчеством великого художника, замкнуть магическую цепь и освободить пленника философского камня. На этот раз ребята оказались в тупиковой ситуации, но организаторы давали им подсказки. Квест завершился удачей. Это очень-очень сильно интересно. В такой нестандартной обстановке мы все очень сильно сдружились, нам очень понравилось, каждый проявил себя по-разному. Здесь действительно было очень классно. Большинство тайн были на поверхности. Удивительно, что мы их сразу не смогли разгадать. Мы зашли в комнату и было ощущение, как будто мы на самом деле находимся в этом месте. Я всегда мечтала посетить квест, и моя мечта сегодня исполнилась. Квесты настолько увлекательны, что многие обещают вернуться, чтобы вновь преодолеть себя, почувствовать адреналин и заставить свой мозг работать в стрессовом режиме. Хочется заняться спортом или не знаете вовсе, что делать вечером? Сергей Севастьянов предлагает пойти в спортзал, прихватив с собой ракетку. Бадминтон – это здоровье, отдых, развлечение. Сейчас в этом сами убедитесь. Бадминтон – это вид спорта большинство людей недооценивают и считают несложным. Но это не то, что вы привыкли видеть в общественных местах отдыха. Чтобы понять всю сложность бадминтона, вы должны прийти в спортзал и попробовать сами. Бадминтон – это одна из самых древних игр на Земле. В мяч с перьями играли еще около 3000 лет назад. Приблизительно за 1000 лет до нашей эры в Китае существовала игра, похожая на бадминтон. Существовала в 15 веке японская игра, в которой валан перекидывался деревянными ракетками. Индийские племена в Америке также знали подобную игру. Сейчас бадминтон играют во всем мире люди любого возраста. В Европе на данный момент бадминтон первый по популярности среди игровых зальных видов спорта. А общей массовостью уступает только футболу по болельщикам и количествам занимающихся. О бадминтоне в Ростове-на-Дону нам рассказал тренер одной из секций. Бадминтон в Ростове набирает популярность. Все площадки, которые есть в нашем городе, а это площадка на Турмалиновской, спортзал на Турмалиновской, спортзал в ДГТУ, спортзал на Динамо, а также студенческие клубы в Ринхе и в Рисе, они заполнены полностью. Елена занимается бадминтоном на протяжении всей своей жизни. Она – кандидат мастера спорта по бадминтону. Принимала участие во многих соревнованиях. Она уверена, что бадминтон хорошо влияет на здоровье. Допустим, приходят товарищи, координация движений, может, не очень хорошая, неловкая как-то, а со временем координация движений лучше становится, и реакция, и скорость передвижения. Удовольствие заниматься бадминтоном в Ростове-на-Дону в среднем по городу обойдется в 600 рублей в месяц. Но следует не забывать, что без ракетки и валанчиков ничего не получится. Стоимость хорошей ракетки может составлять от 2000 до 10 000 рублей, а 6 валанчиков вам обойдутся в 600 рублей. Время тренировки обычно полтора часа. Если вы не занимаетесь никаким видом спорта, то самое время прийти в спортзал с ракеткой. Печеньки Тэффи – это уже почти бренд. Они помогают нам сплотиться, обсудить творческие моменты за чашечкой чая. А также набраться сил, чтобы постигать азы тележурналистики. Наш специалист-кондитер Артем Дмитриев вдохновился и решил приготовить печеньки Тэффи по своему рецепту. Сейчас мы приготовим печенье Тэффи. Есть такая традиция. Перед каждым занятием мы пьем чай с печеньем. Оно помогает нам сплотиться и дружно работать. Благодаря такому печенью мы творим и креативим. Что ж, давайте посмотрим, как приготовить печенье Тэффи. Итак, для печенья Тэффи нам понадобится 4 яйца, 50 грамм масла, пакетик разрыхлителя и 50 грамм молока. Также нам понадобится 100 грамм сахара и 100 грамм муки. Предварительно разогреем духовку до 180 градусов. Итак, берем яйца и разбиваем в фрукту-миску. Добавляем сахар. И берем миксер и нужно это все взволтать до однородной массы. Примерно до такой массы нам нужно взболтать яйца с сахаром. Теперь нам нужно растопить масло и добавить в эту массу. Теперь через ситечко мы просеем муку вместе с разрыхлителем. Добавим сюда молока. И добавим сюда растопленного масла. И хорошенько теперь это надо взволтать до однородной массы. Берем противень, застылаем на нее бумагу для вытекания. Берем нашу однородную массу и по центру ее. Вот мы вылили нашу однородную массу. И разровняем ее по всему противнюю. Ставим наше печенье на 25 минут в духовку. Вот и приготовилось наше печенье тэфи. Теперь давайте его порежем перенком. Вот такое бисквитное печенье, как мы любим, получилось. На этом наша отчетная программа печеньки тэфи закончена. Спасибо за внимание.